Я действующий казначей большой компании и действующий комьюнити этой компании. И со мной в команде Alerberg Yacht, он занимается сделками для International Finance Corporation. Мы придумали сделать инструмент, который позволит цивилизировать отношения клиентов и покупателей для экспортно-импортных операций. В частности, это касается казначейства, управления рисками и управления наличностью. Но для среднего и большого бизнеса. Сейчас на рынке Украины примерно раз в день торгуется приблизительно 200 миллионов долларов. Ситуация с начала года примерно следующая. Это вот с 5 января до 18 мая у нас евро-дивно, это желтые и синие показатели, совершала такие фликтуации. Красная линия показывает шатание ликвидности с задержкой 4 дня. Почему 4 дня? Потому что сейчас законодательство настроено так, что я должен за 4 дня податься на сделку. И пока я подаюсь, рынок уходит. Что нужно вынести из этого слайда? Ликвидность, волатильность за этот период 5 месяцев 11%. Типичная ситуация. Поставщик, конечный пользователь, sales and service company, это импортная сделка. Мы рассматриваем простой пример по хейджингу. Вот наша волатильность в 11%. Это что? Это если я беру деньги от клиента под эту сделку или финансирую своими силами. И жду, пока я должен заплатить, купить валюту и заплатить поставщику. Минута. За 11% ушло. Используя банковские операции, аккредитив, форвард, кредит, я могу снизить это все до 2,6%. То есть делаю. Делаю сейчас. Следующий. Таким образом, моя провизия сокращается. Я могу либо предложить лучший оффер для тендера, либо максимизировать маржу. Следующий. Типичное финансирование сделки это авансовый платеж. То есть кастомер финансирует сделку. Внутреннее или внешнее кредитование или payment condition от вендера. То есть он предложит эту срочку. Этим я пользуюсь. Дальше. Дальше. Advanced payment. То есть это как денег заходит. Следующий. Внутренние займы. Это те операции, которые я могу... Как я могу профинансировать сделку? Со своего ревенью. Что для этого мне нужно? Это анализировать свою ликвидность. Сколько у меня денег будет. На каком расстоянии от... На этом расстоянии от сделки. И дальше у меня взаимодействие с банком. Это внешние займы. Сюда включаются такие документальные инструменты. Money market и так далее. Этот масс, с которым работает казначей. Он это упорядочивает. Это трудоемко. Следующий. Мы хотим сделать продукт, который будет делать это... Симплифицирует это. Он должен состоять из deal planner, в котором это все собирается. Инструментал-кит, где кастомизируются сами инструменты. И скит-доллер, который выдает, что, когда, кому нужно сделать, чтобы это завершить. Следующий. Это нужно для улучшения планирования и визуального моделирования сделок. Для среднего бизнеса и того бизнеса, который хочет пойти на европейский, западный, реализованный рынок. Используя стандартные инструменты. И настраиваемые инструменты, и преднастроенные допущения. Это прогноз ликвидности и прогноз волатильности. Это пока эти два последних пункта Autoscope, но мы их задаем как базовые параметры. Считаем, что они есть. Следующие шаги. Сэмплинг модели в Excel, бизнес моделирование, схема монетизации, девелопмент. Все, с кем мы говорили, хотели в IT-user платформ. Ну, это уже детали. И получение профиля. Вопрос. В рамках одной компании это не за это делать, я могу сказать. В рамках конкретного бизнеса. Сейчас это делается как настройки над ERP-системами, CRM-системами, но это все долго, трудоемко и дорого. Для среднего и малого бизнеса это недоступно и сложно. 200 миллионов в день. А ищете вы что? Ищете вы что? На данный момент мы ищем тех технических специалистов, которые согласятся попробовать в этом поработать. Я бы такое купил для себя, ну, для своих. Главная задача срочного рынка уже исполнена. Есть куча брокеров, которые готовы оптимизировать любое предприятие, зачем подобной волатильности и не меньшей ликвидности, учитывая более ликвидные валютные пары. Это да. Но я иду на тендер, мне нужно прочитать предложение. У меня это, я забиваю все эти возможные варианты. Вы потратили время на анализ евро, доллар и еще четырех валютных парк. Это просто кейс. Вы не могли извлекли больше денег для того, чтобы купить этот тендер, по-моему, или тоже появить свои активы в целях. Вы говорите про спекуляции. Альтернатива существует и она намного ликвиднее того графика, который вы продемонстрировали. Это надо анализировать, это неоднозначно. Пройте евро, доллар, и он его может все равно ускажет. Спасибо. Все? Спасибо тебе.